Просьба старого кенгуру Нашему старому кенгуру было вечно жарко, но в те времена, о которых я говорю, он был совсем другим зверьком и бегал на четырех коротеньких ногах. Шкурка у него была серая, пушистая, и он отличался гордым нравом. Странно, он больше всего гордился тем, что танцевал на горной площадке в центре Австралии. Вот однажды у него так закружилась голова, что он пошел к маленькому австралийскому богу Нка. Маленький божок Нка, существо с огромными ушами и открытым ртом, Нка был очень изумлен, потому что он никогда не видывал, чтобы какой-нибудь кенгуру танцевал таким образом. Маленький Нка только что сказал «Убирайся», но кенгуру был так занят своими танцами, что еще не понял его слов. Пришел он к Нка в шесть часов утра и сказал «Пожалуйста, сделай так, чтобы к пяти часам пополудни я перестал походить на всех остальных животных». Нка сидел на песке, услышав же просьбу старого кенгуру, подскочил и крикнул «Убирайся!». Старый кенгуру тогда совсем не походил на своих теперешних родичей и бегал на четырех коротких ногах. «Он танцевал в середине Австралии в шесть часов утра перед завтраком. Солнце только что встает, значит, дело происходит действительно в шесть часов». У кенгуру нет настоящего имени. Прежде его звали Топтун, но из гордости он отказался от этого имени. Кенгуру был весь серенький, пушистый и гордился тем, что танцевал на скале в середине Австралии. Он пошел к богу побольше, которого звали Нкинг. Он пришел к Нкингу в восемь часов после завтрака и сказал «Пожалуйста, сделай меня непохожим на всех остальных зверей, и, кроме того, устрой так, чтобы меня знали решительно все». И все это к пяти часам пополудни. Нкинг сидел в норке и, услышав, что ему говорит кенгуру, он выскочил из нее и закричал «Убирайся!». Кенгуру был серенький, пушистый, и у него была странная гордость. Он гордился тем, что танцевал в центре Австралии. Подумав, он пошел к большому богу по имени Ноконга. Пришел он к нему в девять часов до обеда и сказал «Сделай так, чтобы я не походил на всех остальных зверей. Сделай так, чтобы все обращали на меня внимание, чтобы за мной гонялись, и все это к пяти часам пополудни». Ноконг купался в соленой воде. Услышав просьбу кенгуру, он сел в воде и закричал «Хорошо, сделаю!». Ноконг позвал Динго, желтого пса Динго, зверя вечно голодного и пыльного. Динго спал на солнышке, но проснулся. Ноконг показал ему кенгуру и сказал «Динго, проснись, Динго! Видишь, господина, который танцует на песке, он хочет прославиться, хочет так же, чтобы за ним гонялись. Беги за ним, Динго!». Динго, желтый пес Динго, вскочил и сказал «Гонять этого зверька не то кошку, не то кролика? Хорошо!». И Динго, желтый пес Динго, вечно голодный и грязный, побежал. Он гнался за кенгуру, открыв пасть широко, как совок для каменного угля. А гордый кенгуру мчался на своих коротких четырех лапках и слегка подпрыгивал, как дикий кролик. Вот моя любимая и конец первой части рассказа о кенгуру. Кенгуру бежал через пустыню, бежал он через горы, бежал через слончаки, бежал через тростниковые заросли, бежал через рощи синих каменных деревьев, бежал через чаща рукарий, бежал так долго, что у него заболели передние ноги. Вот так! А Динго, желтый пес Динго, вечно голодный, преследовал его, раскрыв пасть широко, как мышеловку. Он не догонял кенгуру, но и не отставал от него. Вот как! Кенгуру, старый кенгуру, все бежал. Бежал он через рощи деревьев, бежал по высокой траве, бежал по траве короткой, перебежал через тропики рака и козерога, бежал, пока, наконец, у него не заболели задние ноги. Вот как! И Динго бежал, желтый пес Динго. Голод все больше и больше мучил его, и его пасть открылась широко, как конский хомут. Он не догонял кенгуру, но и не отставал от него. Так прибежали они к реке Волгонг. Надо сказать, что на этой реке не было моста, не было и парома, и кенгуру не мог перебраться на ее другой берег. Поэтому он поднялся на свои задние лапы и стал прыгать. Прыгал он через камни, прыгал через кучи песка, прыгал по пустыням Средней Австралии. Прыгал, как прыгают кенгуру. Сперва он делал прыжки в один ярд, потом в три ярда, потом в пять ярдов. Его ноги становились сильнее, его ноги становились длиннее. Он не мог отдохнуть и подкрепить свои силы, хотя ему нужно было поесть и полежать. А Динго, желтый пес Динго, по-прежнему гнался за ним. Динго страдал от голода и с удивлением спрашивал себя, какие земные небесные силы заставляют прыгать старого кенгуру. Ведь кенгуру прыгал, как кузнечик, как горошина в кастрюле, как новый резиновый мячик на полу детской. Вот как! Он прижал к груди свои передние ноги и прыгал на задних. Он вытянул хвост для равновесия и все прыгал и скакал по долине реки Дарлинга. А Динго, утомленный пес Динго, бежал за ним. Ему больше прежнего хотелось есть. Он был очень смущен, изумленный, все спрашивал себя, какие земные или небесные силы остановят старого кенгуру. Вот Наконг выглянул из соленой лужи и сказал «Пять часов!» И Динго сел на землю. Бедный пес Динго, по-прежнему голодный, весь покрытый пылью, сел он на солнце и, высунув язык, завыл. Сел и кенгуру, старый кенгуру, подставил свой хвост, как скамеечку, и сказал «Как я рад, что это кончено! Почему же ты не поблагодаришь желтого пса Динго? Почему ты не поблагодаришь его за все, что он для тебя сделал?» Кенгуру же, утомленный, старый кенгуру, сказал «Он выгнал меня из дома, где я жил в детстве. Он помешал мне есть в обычное время. Он изменил мою фигуру, так что я никогда не сделаюсь прежним, и из-за него у меня болят ноги». Наконг ему ответил «Если я не ошибаюсь, ты просил меня сделать тебя необыкновенным зверем, не похожим на всех остальных животных, а также, помнится, тебе хотелось, чтобы за тобой гонялись. И теперь пять часов». «Правда», — сказал кенгуру, «но мне жаль, что я попросил тебя об этом. Я думал, что ты изменишь меня волшебством и заклинаниями, а ты просто подшутил надо мной». «Подшутил?» — сказал Наконг, сидевший между синими каменными деревьями. «Только повтори это, и я призову Динго, и он опять погонит тебя так, что ты останешься совсем без задних ног». «Нет», — сказал кенгуру, «я извиняюсь. Ноги во всяком случае годятся, и я прошу тебя оставить их в покое. Я только хотел объяснить твоей милости, что я с утра ничего не ел, и у меня пусто в желудке». «Да», — сказал Динго, «желтый пес Динго, и я чувствую совершенно то же самое. Мне удалось сделать его непохожим на всех животных. Что дадут мне к моему чаю?» Тогда Наконг, сидевший в столеной луже, сказал, «Приди и спроси меня об этом завтра, потому что теперь я собираюсь мыться». «Едва зверя, старый кенгуру и желтый пес Динго остались в центре Австралии и сказали друг другу, «Это твоя вина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова